Очень мощное землетрясение в 7-8 баллов застало жителей микрорайона Нурсад врасплох. Но люди не растерялись и самостоятельно покинули свои жилища. Те, кто не смог этого сделать, эвакуировали прибывшие в эпицентр катастрофы спасатели. К слову, без пострадавших не обошлось. Однако их благополучно отвели в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Так выглядел сценарий учений. Земных толчков на самом деле не было. Но организаторы постарались максимально приблизить учебную постановку к реальности. Наша область находится в сейсмоопасной зоне с угрозой земных толчков мощностью в 7-8 баллов. По нашему мнению, эти многоэтажные дома способны устоять при землетрясении в 9 баллов. Для учений этот микрорайон был выбран так, как он новый. Радует, что все городские спецслужбы отработали действия слаженно и сообща. С поставленными задачами они справились за считанные минуты. Но так как учения охватили только один многоэтажный дом, остается под вопросом, способны ли спасатели также оперативно эвакуировать жильцов других домов, которых здесь больше десятка. По всему Шимкенту сейчас устанавливаются сигнализации. Это необходимые меры. В целом, в случае угрозы у нас есть все возможности стянуть силы и прийти на помощь. Оценивают учения не только командиры, но и местные жители. За действиями спасателей они наблюдали со стороны. И после завершения сейсмо-тренировок пришли к мнению, что могут спать спокойно, пока на страже их безопасности настоящие профессионалы. «Такие учения нужны, и люди должны быть готовы к любой ситуации. Мы наблюдали за работой спасателей и остались довольны. Мы верим нашим властям и чувствуем себя в безопасности». Остается надеяться, что отрабатывать подобные действия в Шимкенте будут только согласно плану. И проводить спасательную операцию в реальности не придется. Между тем, учения будут проходить на регулярной основе. Рауль Габитов, Антон Семенов, Абзал Турабеков, Новостная служба телеканала ТВК.